В данном видео мы развеем несколько мифов о C++, о том, что его нужно учить первым и так далее. Рассмотрим несколько приколов, на которые хотят вас подогнать, чтобы вы начали учить C++, а потом забросили вообще программирование. И также перед тем, как начать, я быстро пробегусь по списку, что мы вообще рассмотрим в данном видосе. Первое, это почему учить только один C++ с самого начала, это плохая идея. Я обращаю внимание именно один C++. Второе, это почему многие советуют начинать именно с C++ и в каких случаях стоит это делать. А третье, я расскажу свою историю, как именно я начинал учить языки, потому что я начинал именно с C++, это мой самый первый язык. Кроме того, я программирую уже больше 4 лет, это не только Python, это и C++, и Rust, и C Sharp, и много-много-много других языков удалось попробовать. А на C++ я очень долго сидел, поэтому есть что рассказать. Ну и четвертое, что даст вам C++ и для чего вообще его учат. Вот такие вот темы в данном видео. Итак, начнем с первого и рассмотрим, почему учить только один C++ с самого начала, это плохая идея. Итак, начнем с того, что вы никогда не программировали, вы вообще не знаете, что это такое, и вы начинаете это изучать. Вы берете книгу по C++, открываете ее, читаете вступление, закрываете и говорите, что все, я больше никогда не буду программировать, потому что это очень сложно и так далее. Вот примерно так выглядит тот вариант, если вы будете изучать C++. У меня лично есть знакомый, который очень хотел изучать C++. Он говорил, нет, мне посоветовали C++, потому что C++ это крутой язык, все так говорят, а Python говно. Так вот, я его предупредил о сложности языка, сказал, что это явно не для новичков, но он мне не послушался, начал читать книгу по C++. Буквально через 2 часа написал, что программирование полное говно, что C++ очень сложный и так далее, и забросил. Потому что C++ это вам не Python, где вы можете написать переменную, не указывая даже тип. Вам не нужно вообще, по сути, ничего знать. Вы можете написать сервер, при этом даже толком не понимать, как работает тот же сокет, либо же FTP технология, если вы пишете FTP сервер. Вам, по сути, нужно знать только поверхностно, то есть только теорию о данной технологии и, в принципе, как она работает, то есть ее базовой концепции. В C++ перед тем, как вам нужно что-то сделать, вам нужно эту технологию изучить чуть ли не до каждого байта. Это я, конечно, утрирую, но я думаю, так будет более понятно. Почему все советуют учить C++, это уже второе? Как раз таки именно из-за того, что вам нужно будет изучать каждый байтик этой технологии. Именно поэтому это крутой язык, потому что вы будете разбираться в технологиях настолько, что написать любую программу это будет вообще не проблема. Любой Python разработчик, либо же JavaScript разработчик вам просто позавидует. Но одновременно он с вас будет смеяться, потому что он сможет за один день написать целый сервис, либо же огромного Telegram бота, либо же огромную программу с интерфейсом. Вы за целый день сможете создать одну-две функции. И вам нужно все это контролировать. Вы не можете, как в Python, просто написать код и забыть. Вам нужно контролировать уже весь процесс программы. То есть контролировать память, контролировать утечки и так далее. Я всегда топлю именно за то, чтобы начинать изучение программирования именно с простых языков. Не обязательно Python, вы можете выбрать и JavaScript, и другие языки, которые достаточно простые для того, чтобы начать программирование. Почему стоит именно так, по моему мнению? Потому что вы сможете понять базовые технологии, те же переменные, типы данных, функции, какие-то классы и так далее, на очень простых примерах. Вы же не начинаете, например, изучать сначала высшую математику, а потом изучаете, что такое дроби, либо же что такое сложение, вычитание. Вы же так не делаете. Так вот, для чего вам сначала учить C++, а потом переходить на Python? То есть вы, получается, учите высшую математику для того, чтобы перейти на простые задачки с X и Y. Но также стоит отметить такой момент, что и изучать только один Python, либо же один JavaScript, это тоже плохо. Вот именно про это и говорят другие разработчики, которые топят за то, чтобы начинать с C++. Потому что если вы учите только один Python, вам будет очень трудно понять другие программы. Многие Python-разработчики, которые учат только его, даже не знают, что такое точка входа. Они вот видят dev main, или вот же if name main, который есть в Python, и просто удивляются, потому что такого не было в Python. Какая точка входа? Зачем это? Когда они видят какие-то темы из компилируемых языков, они просто в шоке. Так вот, изучать только один Python, это тоже плохо. Но вы можете это легко исправить, например, изучать Python. И когда вы уже изучили, например, что такое функции, либо же классы, попробуйте поинтересоваться другими языками тоже. То есть попробуйте написать программу на там же Go, либо же Rusty, либо же C++. Просто поиграйте с другими языками, чтобы понять то, какие они работают. Это же должно быть для вас интересно, потому что вы разработчик. Ну и также вопрос, в каких случаях стоит учить уже более глубоко C++, если вы знаете тот же Python на очень хорошем уровне. И зачем переходить на тот же Rust, либо же C++, к примеру, для того, чтобы повысить свой скил. Потому что вы уже знаете базовые технологии, начинаете переходить на Rust, и далее вы понимаете уже более глубоко. Если вы раньше понимали, что FTP-сервер это вызов одной строчки кода всего лишь, то в Rusty это уже не так, вам нужно более глубокие знания. И вот эти более глубокие знания прокачают ваш скилл как и в Rusty, так и в Python, так и в других языках. Вам нужно написать тот же FTP-сервер на любом языке. Вы можете это спокойно сделать с помощью одного гугла и все. Далее третья тема, это своя история, как именно я начинал учить языки. Я начинал изучать программирование именно C++. Я точно помню момент, когда я вообще не понимал, что такое программирование. Начал смотреть курсы от SimpleCode. Да, у него очень крутой контент, у него понятные уроки, но тогда я вообще ничего не понимал. Потому что я был новичком, и как это ни странно, но новички с этого курса вообще ничего не поймут. Если бы я его посмотрел сейчас, я бы понял абсолютно все. В тот момент я смотрел этот курс примерно полгода, еще и практиковался. И спустя примерно год я мог написать, но максимум калькулятора с интерфейсом, при этом же я абсолютно не понимал, как что работает. Я еще очень сильно удивлялся, почему программирование такое сложное. Я читал столько статей, я вообще ничего понять не мог. Столько книг я читал, вообще ничего не понятно. И в один момент мне нужно было написать программу с FTP сервером, просто взять обычный файлик и отправить на сервак. Вот и все. На C++ я писал это два дня, ничего так и не смог сделать, ничего не работало. Потом, совершенно случайно, я нахожу статью, как это сделать на Python. Я увидел просто код на Python, который максимально очевидный. Я тогда не понимал программирование практически вообще. Но даже тогда я смог понять этот код, насколько же он был простой, в отличии от C++. И вот с того момента я перешел на Python, изучил Python. Далее могу спокойно изучить C++, спокойно изучить RAS и так далее. Это вообще не составляет никаких проблем. Теперь вспомню, что когда я только изучал C++, в многих чатах мне уже говорили наперед, что не нужно изучать C++ первым, потому что ты точно не изучишь. Но я был очень самоуверенным и сказал, что нет, я изучил 100%, но, как вы можете заметить, я его не изучил. Некоторые советуют даже начинать с ассемблера, то есть сначала учите ассемблер, а потом можете начинать изучать Python. Это вообще максимально тупой совет, потому что даже разработчику, у которого 5 лет опыта, он может не понять ассемблер. И там нужно разбираться с архитектурами, различными инструкциями процессора, различной разрядностью, под каждую разрядность писать свой код. И вот это вот все вместе для того, чтобы потом перейти на Python. Кстати, когда я только начинал изучать программирование, я сидел во многих чатах по разработке, мы обсуждали различные технологии, и также вместе изучали материал. И была такая ситуация, когда я только перешел на Python, я, естественно, написал в этот чат, меня сразу начали засирать, какой Python, фу, это плохой язык. Вот возьмите меня пример, я пишу на C++, я могу сделать программы защитой памяти, написать очень быстрые программы, очень стабильные и так далее. Я на это особо не отреагировал, и примерно спустя год, мне этот человек пишет и задает вопрос, как сделать функцию в Python. То есть примерно год назад он осуждал то, что я перешел на Python, и спустя год сам на него перешел. И при этом же спрашивал, как создать функцию в Python. То есть вы можете понять, что спустя год, человек практически ничего не изучил. Потому что, как я понял, C++, это был тоже его первый язык. В принципе, это не дает стопроцентной гарантии, что вы начнете с C++, и вы 100% его не сможете осилить. Это зависит от человека. Может быть такое, что C++ вам очень легко дастся. Такое может быть. Но в большинстве случаев это будет очень трудно для вас. Ну и также стоит отметить, что C++ кодеры обычно делятся на два лагеря. Это настоящие C++ разработчики, которые очень умные. Они могут написать очень мощные проекты. Они очень хорошо разбираются в технологиях. Это реально мощные программисты. И второй тип C++ разработчиков, это просто те, которые говорят, я пишу на C++. Вот таких примерно 80%. Они просто говорят, что они пишут на C++, хотя единственная программа, которую они написали, это Hello World. Поэтому перед тем, как слушать таких разработчиков, спросите, что они вообще писали, какие у них есть проекты и так далее. Ведь все же вы изучаете программирование, скорее всего, для того, чтобы писать проекты, автоматизировать свои задачи, возможно, устроиться на работу, делать другие действия. Вы не изучаете программирование для того, чтобы просто сказать, я пишу на C++. Так какая вам разница, на чем вы пишете? Если вас устраивает язык, вас устраивает скорость, вас устраивает его сложность и так далее. Язык это полностью выбор каждого, но только то, что вы пишете на C++, но при этом же вы не можете создать вообще никакой проект, это вас не делает C++ разработчиком. Так же, как и Python, если вы написали Hello World на Python, но при этом же не можете создать какой-то сервис на Python, либо же сложного Telegram бота, сделать какую-то программу с интерфейсом, что-то более-менее сложное, когда вы можете написать проекты. Так вот, если вы не можете сделать это, то вы не Python разработчик. Так же, как и на C++ разработчик, если вы не можете написать сложную программу. Очень интересно было бы услышать ваше мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Знаете ли вы лично таких разработчиков на C++? И так же напоминаю, что по первой ссылке в описании есть полный курс по OOP в Python. Такого курса реально не было еще нигде, потому что там будут постоянные обновления. Сейчас в подарок у нас идет приватный канал, множеством технологий, множеством фишек и так далее. Все материалы, которые я не могу опубликовать на YouTube, я буду публиковать там, только для тех, кто присутствует в приватном канале. И так же очень крутая фишка, это то, что весь материал будет обновляться. То есть, вы записываете всего лишь один раз и получаете материал полностью бесплатно, постоянно. Там сейчас просто огромная скидка, буквально в два раза от начальной цены. Естественно, это не будет долго, потому что, когда наберется нормальное количество людей, скорее всего, цена вырастет очень сильно. Потому что я так же предоставляю поддержку, отвечаю всем на их вопросы. И для того, чтобы успевать обрабатывать весь этот поток, естественно, нужно будет повышать цену. К тому же, приват-канал постоянно растет. К тому моменту, как вы смотрите данное видео, скорее всего, там уже намного больше материала. Там очень много различных инструментов, которые я собирал просто 4 года подряд. То есть, различные редкие библиотеки, инструменты и все, что может пригодиться разработчику. Поэтому, если вам интересно, то первая ссылка в описании. Можете записаться и получать топовый контент уже в нашем приват-канале. На этом же этапе я с вами прощаюсь.